Отказала в новом велосипеде, если честно. Катаемся пока на старом. Раздумья о том, на что потратить пособие размером в 5000 рублей, у Натальи Притула не было, а решила без сомнений на дочку. Но мечте ребенка пока не суждено было сбыться, поскольку Наталье отказали в ежемесячной выплате, положенной одиноким родителям. Причина – доход больше прожиточного минимума. Другая родительница тоже мне позвонила, сказала, что вчера я тоже пришел и так же отказ. И я думаю, что это мы не единственные, потому что вчера горячая линия была уж очень горячей, никто не мог дозвониться. На двоих с дочкой у них около 20 тысяч рублей дохода, говорит Наталья. Прожиточный минимум – 21 тысяча. Казалось бы, доход не превышает установленный лимит. После того, как в ситуацию вмешалась СМИ, на Наталью все-таки вышли. Спустя часы разбирательств выяснилось, что у женщины в течение года были премии. Их тоже включают в доходную строку. Даже если доход превысил на немного, вот этот установленный минимум, права у семьи нет. У каждого заявителя есть право. Если она считает, что право есть, она в этом уверена, значит, она имеет право обратиться. И мы подробно ответим, на каком основании мы вынесли такое решение. Бывает, что весь день звонишь и ждешь, пока специалист проконсультирует. Но это только из-за того, что сейчас большой наплыв, большое количество обращений. Выплаты для одиноких родителей и пособия по беременности на сегодняшний день получили свыше 4 тысяч алтайских семей. Потенциально же на них претендовало больше 10 тысяч жителей края. Валентина Аскирова, Данил Захаров. День с толком.